Более 300 тысяч школьников по всему Краснодарскому краю приняли участие в прямом тайном голосовании, в их числе и школьники Славянского района. Выбирали они очень важных для ученической жизни людей, лидеров школьного самоуправления. Как определить лучшего и самого активного, способного повести за собой? На этот вопрос постарались ответить учащиеся 18-й школы нашего города. Предвыборная кампания стартовала за месяц до дня выборов. Кандидаты встречались со своими избирателями, излагали предвыборные программы, отвечали на вопросы. И вот настал день выборов. К ним подготовились весьма серьезно. Избрали избирательную комиссию, затем мы подготовили бюллетени для учащихся, которые будут выбирать кандидата, за которого они хотят проголосовать. Потом мы подготовили урны и кабинки, где также учащиеся будут делать свой выбор. Пятиклассники – самые младшие из голосующих. Конечно, это очень волнительно и ответственно – голосовать впервые. Я голосую первый раз, и я выбрала кандидатуру, которую я считаю, что она сможет с этим справиться, и надеюсь, она выиграет. Процедура голосования не ставит юных избирателей в тупик. Видно, что они действуют, уверенно осознавая свой выбор. Я хочу выбрать лидера школьного самоуправления, потому что это очень хорошо, если он будет что-то нам предлагать, какие-то новые кружки, что-то интересное, познавательное. Большие надежды возлагают школьники на нового лидера самоуправления. Вместе с тем, выборы – это лучшая школа для понимания демократии. На выборах школьного самоуправления все проходит как по-взрослому. Каждый ученик с пятого класса учится голосовать, приходит на избирательный участок, чтобы выбрать того человека, за которым пойдут все ребята, потом дальше. Лидер необходим в школе, потому что именно он представляет интересы учащихся на уровне дирекции школы. В будущем он будет представлять на уровне районной администрации. По итогам выборов в 18-й школе уверенную победу одержала Вера Витютнева. Ей предстоит работать совместно с администрацией школы, чтобы сделать жизнь учащихся еще ярче и интереснее. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует...